Мы приехали в магазин ткани. Сегодня мы опять выбирали у меня Саря, уже другая тетя, я поставила у них капитиши на соревнования, кто мне подарит Саре. Мне купили Сарю, быстро выбрали сегодня. И сейчас приехали в магазин ткани. Она хочет себе ночнушку. Здесь у ночнушки можно купить домашние штаны и кофточки. А можно, если не понравится, заказать и тебе сошьют. Некоторые люди покупают недорогой Саре, и она получается без блузки. Или покупают Саре, и блузка мне нравится, либо хотя вторую на смену. Тоже можно прийти и заказать. Сейчас у девушки как раз-таки ткани для Саре, ткани у меня такая обращающая косе. Она хочет обычно хлопковую синюю блузку подобрать. Вот и показываю ткань. Покажу, какие ткани есть. Это хлопок, очень приятный на ощупь. Вот, это тоже хлопок, и это хлопок. Есть синтетика. Я думала, это синтетика. Синтетическая нитка. Лифчки. Мне нужны лифчики, я не знаю, что здесь теперь есть. Хорошо, какие они неизвестны. Мне вот такая ткань нравится. Вот так вот покупаю чаще всего. Это каких-то праздничных нарядов для платьев. Вот это для костюмов для мужских чаще всего. Использую очень плотную ткань для курты мужской, для отделки. Это использую для топика, для чего-либо такие ткани. И это тоже. Можно для занавесок, но дорого будет. Угу. Идем? Угу. Идем. Пастельное белье можно сушить из-за этого. Вот и все круто. Видите, человек не видит? Так. Скажу вам немного окрестность. Вот. Даже немного окрестность вам. Так что так. Вот. Походило, он меня снимает и делает ли что, разговаривает с телефоном. Я так думаю. Поэтому я сейчас отойду назад. А нет, показывает меня просто подлежать связи. Понятно все. Угу. Ну ладно, тогда на этом я заканчиваю свое. Все это буду прятаться от посторонних глаз. Все это будет. Все это будет.